Очистные сооружения напоминают большую космическую лабораторию. Повсюду трубопроводы и огромные бетонные конструкции. Но цели здесь земные. Ежедневно сюда поступает порядка 80 тысяч метров кубических. В этот период дождей доходит до 110 тысяч. Справиться с переработкой такого объема шидкости старое оборудование не позволяло. Дело в том, что очистные были построены 50 лет назад. Город вырос. В разы конструкция сооружений и их техническое оснащение давно износились. На смену старым технологиям пришли новые. Реконструкцию очистных сооружений можно смело назвать одной из самых масштабных в Бресте. Она ведется уже два года и в сентябре завершится. Это значит, что буквально через пару месяцев Брест в прямом смысле слова будет дышать по-новому. Реконструкция очистных сооружений и канализации Бреста – проект международный. Финансовая поддержка осуществляется за счет кредитных и грантовых средств международных банков и финансовых фондов. Обновление проходит в несколько этапов. Реставрация существующих и строительство новых объектов. Они уже приобрели свои очертания. Четыре этапа строительства. Что в нее входило? Это строительство новой приемной камеры, нового здания решетки, новых сколовок, нового аэротенка, двух вторичных основников и нового выпускного коллектора. Для того, чтобы человеку нетехнической специальности понять, каким образом реконструкция повлияет на экологию, нужно разобраться, как происходит очистка воды. Процесс делится на два этапа – механический и биологический. Весь поток бытовых отходов города собирается. Благодаря специальным решеткам фильтруется крупный мусор. Вода попадает в песколовку, там удаляется песок. Жидкость отстаивается, после чего удаляется накопившийся осадок. В результате осветленная вода попадает в аэротенки, которые насыщаются кислородом. А далее путем окисления и происходит очистка воды. Впрочем, в город фильтрованная вода не возвращается, ее сбрасывают дальше по течению реки. Процесс непростой. Новое оборудование позволит значительно расширить возможности. Введены в работу, в эксплуатацию, это два вторичных отстойника. Это новый аэротенок, это построено здание механической очистки, приемной камеры всех подводящих-отводящих лотков, коммуникаций. Ведутся работы по монтажу оборудования в здании механической очистки. Основным этапом нашей реконструкции является накрытие первичных отстойников такими интересными конструкциями, как купола, которые позволят нам снизить запах, распространяющийся на город, где будет присутствовать также система очистки воздуха.